Анатолий Сливко Советский серийный убийца и педофил Действовавший в городе Невинномоск из Ставропольского края Получил прозвище Вожатый Потрошитель и Заслуженный Мучитель Анатолий Емельянович Сливко Родился в Избирбаши, Дагестанской АССР 28 декабря 1938 года Не испытывал большого увлечения к противоположному полу Хотя встречался с девушками Устроился на работу в Невинномоске на предприятии Азот Где занимался работой с молодежью Организовывал туристический клуб под названием Чергит Сокращение от Через реки, горы и долины Был принят в КПСС Женился, однако несмотря на наличие двух детей Уделял жене мало внимания Был пионер-вожатым в пионерских лагерях Занимался любительской фото- и киносъемкой Помимо членства в КПСС Был заслуженным учителем школы РСБСР С 1977 года Ударником коммунистического труда Депутатом Невиномыского Горсовета, мастером спорта по горному туризму В 1961 году стал свидетелем дорожной аварии В которой пьяный мотоциклист врезался в колонну пионеров Тяжело травмировав одного из них Пионер скончался на месте При этом слегка пережил сексуальное возбуждение Которое в дальнейшем стремился повторить Распроизводя отдельные детали происшествия Еще один эпизод Сливко вспомнил из детства В 1943 году Живя в условиях немецкой оккупации Сливко оказался свидетелем убийства Маленького мальчика-немца Который после убийства вытер ботинок От кроме мальчика Также один эпизод из детства Навсегда отпечатывался в памяти Сливко Однажды, когда он с друзьями играл в партизан Его, как пойманного партизана Повесили на дереве Отчего он потерял сознание Находил жертв преимущественно мальчиков Из неблагополучных семей Среди членов детского туристического клуба Которым руководил Обладая хорошим интуитивным знанием Детской психологии Быстро подчинял их своей воле Вовлекал в съемки приключенческих фильмов Связанных как с имитацией Так и с прямым насилием Грозил исключением из кожи за провинности Который предлагал искупить участие В секретном эксперименте Покупал им еду и одежду Предлагал деньги В том числе и иностранную валюту В общей сложности в таких экспериментах Сливков, которые со временем становились Все более и более опасными и жестокими Участвовали 43 члены его клуба Маньяк одевал мальчика в пионерскую форму Растягивал на верюках, вешал на дереве Наблюдал мучения и коммунсии После чего проводил реанимационные мероприятия Выжившие жертвы либо не помнили произошедшего Либо боялись об этом говорить Детям, которые все же рассказывали обо всем Никто не верил Но в 1964 году Сливков не смог реанимировать 15-летнего Коля Добрышова Он расчленил его тело и бросил останки на реку Кубань В 1973 году Сливков задушил 15-летнего Сашу Несмеянова Это убийство, как и последующие Сливков совершил уже намеренно В общей сложности в результате слабости Сливков Который он относился все более снисходительно Были убиты как минимум всем мальчикам В возрасте до 16 лет Убийство и последующие расчленения трупов Снимал на кинопленку белок дневник Эти материалы послужили прямыми уликами против маньяков Он отличался также пироманией и патологическим фитеризмом к обуви Распиливал и лежевал ботинки убитых им детей Несмотря на рассказы и показания воспитанников туристического клуба Следствие по делам об исчезновении детей, ушедших на съемке фильмов продолжалось более 10 лет Маньяк был арестован от рукава 28 декабря 1985 года По запросу помощника прокурора Тамары Васильевны Олангуевой В течение января и февраля 1986 года Сливков сознался во всех убийствах Следствие было недолгим, поскольку улик в виде снятых фильмов и фотографий было предостаточно Суд на Сливков состоялся в июне 1986 года Судом он был приговорен к спиртной казни и расстрелян по приговору суда 16 сентября 1989 года В Новочеркасской тюрьме За несколько часов до расстрела консультировал исследователя Исука Стоева По делу другого серийного убийца Андрея Чикатило Правда, ничем ему не помог, так как все его рекомендации оказались ошибочными Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok